Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счётчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – всё для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Основные темы и события вторника в материалах корреспондентов телеканала «Регион» в студии Мирики Ульманов. Здравствуйте! Вернулись на родину. Минувшей ночью в Оренбурге приземлились два самолёта с туристами из Египта. Курортный Шарм-эль-Шейх и Хургаду отдыхающие покинули в сроки, которые указаны в путёвках. И, по словам людей, полёт прошёл нормально. Однако в аэропорту на всякий случай дежурили спасатели, медики, психологи и полиция. Вернувшись из неспокойного Египта встречали и мои коллеги Виталий Сапожников и Виктор Горшенёв. Самолёт рейса 59-94 приземлился в аэропорту имени Юрия Гагарина приблизительно в 11 вечера. Авиалайнер с оренбургскими туристами прибыл без опозданий. 182 человека вернулись из Египта на родину. Пожалуй, это был самый ожидаемый борт за последнее время. Пока самолёт выруливал по взлётно-посадочной полосе, в зале ожидания толпились многочисленные родственники и друзья прилетевших туристов. Томительные ожидания и нервы для них уже в прошлом. Ждём с нетерпением, когда можно будет наконец-таки обнять и почувствовать тепло родных, что они рядом и что всё хорошо, что всё обошлось. Мы рады, что наши родные целые, невредимые. Через несколько минут мы их увидим. А причины? Конечно. Туристы загоревшие, посвежевшие, но слегка уставшие. После многочасового перелёта не заставили себя долго ждать. Большинство прилетели в хорошем настроении. Даже трагические события в Египте не отбили желания насладиться отдыхом, что называется, в полном объёме. Так что экстренные службы, дежурищие в аэропорту, никому не понадобились. Да всё нормально, всё хорошо. Никакой паники, ничего нет. Всё без опозданий, всё отлично. Отличное настроение. Вообще обалденное настроение. Не отвлекались. Все были в курсе, созванивались, новости смотрели, всё знали, не переживали. Настроение было хорошее. В принципе, у всех отдыхающих, паники никакой не было. Первые дни только. По словам туристов, в первые дни после катастрофы многим действительно было страшно. Ольга Щебина рассказывает, в отеле после падения российского самолёта отключили новостные каналы и интернет. Новости три дня мы не могли узнать. Один, надо сказать, на пляже, второй, мы вот так вот, кому чего дома кто позволит, то так и говорилось. Конечно, это было напряг, если честно сказать, было страшно. После трагедии с российским самолётом меры безопасности в Египте усилили. Особенно дотошно проверяли в аэропорту. Впрочем, ко всем неудобствам с этим связанным все туристы отнеслись с пониманием. На въезде автоматчики, это мы заметили, конечно. Потом, когда ездили в соседние населённые пункты, особенно вечером возвращающиеся, блокпосты с томатами. Сегодня уезжали, конечно, может, немножко более тщательно проверяли багаж там всё. Ну, соответственно, багаж ушёл наш, вы знаете, во Внуково, говорят. Что касается багажа, который в целях безопасности летел отдельно от хозяев, то его Почта России пообещала доставить владельцам в течение ближайших дней. Багаж наш отправили в Москву и, соответственно, дали памятку, будем звонить, узнавать. На каждый багаж приклеили, ну, далее ставили номер, телефон, адрес. Этой же ночью в Оренбурге приземлился борт из Хургады. Таким образом, на двух самолётах на родину вернулись 380 туристов. Больше наших земляков, вылетавших на курорт прямым рейсом, в Египте не осталось. Виталий Сапожников, Виталий Горшенёв. Наше время. Кстати, в ФСБ признали катастрофу А-321 террористическим актом, сообщают сегодня федеральные интернет-издания. Глава ведомства Александр Бортников на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что на борту воздушного судна в полёте сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. В результате чего произошло так называемое разваливание самолёта в воздухе, чем объясняется разброс частей фюзеляжа на большом расстоянии. Президент, в свою очередь, пообещал, что виновные будут найдены в любой точке мира и уничтожены. Напомню, 31 октября в небе над Синайским полуостровом разбился самолёт А-321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший с Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находилось 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. Тем временем Росавиация рекомендовала авиакомпаниям оценить уровень безопасности в аэропортах Турции, Туниса, Объединённых Арабских Эмиратов и стран Европы, пишет сегодня газета «Коммерсант». По информации федерального издания, соответствующие телеграммы получили крупнейшие авиаперевозчики страны. Не связано это с крушением российского самолёта А-321 и терактами во Франции. По оценкам некоторых экспертов, следом за проверкой уровня безопасности аэропортов может последовать запрет полётов в Турцию, Тунис и Арабские Эмираты, как это было сделано с Египтом. Одновременно с этим профильные ведомства заговорили о стратегической задачи развития внутреннего туризма, в частности, на Северном Кавказе. Сейчас о происшествиях. Школьник покончил с собой из-за проблем с учёбой. Сегодня в региональном следственном комитете рассказали обстоятельства самоубийства 13-летнего мальчика из Домбаровки. Уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса Российской Федерации о имени доведения до самоубийства. По предварительным данным, смерть ребёнка наступила в результате асфиксии. При повешении обнаружена предсмертная записка, снижение которой указывает на суицид. В частности, в записке ребёнком указана определённая проблема в учёбе. Кроме этого, подросток попросил не винить в случившемся родителей и не лишать их родительских прав. В семье воспитываются ещё двое детей. Сейчас специалисты проводят почерковедческую экспертизу записки, а следователи опрашивают учителей и родственников погибшего мальчика. Не повлияли ли они как-то на поступок ребёнка. Напомню, повесился семиклассник в минувшее воскресенье в сарае рядом с собственным домом. К другим темам. Жители новостроек освободили от платы за капитальный ремонт. Изменения в закон уже приняты. На это депутатам регионального законодательного собрания потребовался целый год. Осталось дождаться подписи губернатора. Напомню, новая графа в квитанциях за ЖКХ у жителей области появилась в октябре прошлого года. Тогда же и возник вопрос, почему деньги за капремонт должны подносить и те, чей дом только построился. На сколько лет жители новых домов освободили от капитального бремени? И почему эта поблажка касается не всех новостроек? Обо всех изменениях в законе. Ольга Патрушева и Дмитрий Примачек. Обладателям квартир в новостройках во многом можно позавидовать. Фасад на загляденье, крыша над головой не течет, инженерные коммуникации, новые подъезды чистые. И даже если потребуется ремонт, застройщик все сделал за свой счет. Дом-то еще несколько лет на гарантии. Но вот с чем точно жильцам новых домов придется столкнуться, так это с наведением лоска внутри квартиры. Даже самый элементарный ремонт требует приличной суммы. Конечно, на фоне косметического ремонта отсутствие оплаты за капитальный выглядит каплей в море. Но все же тоже бонус. Правда, не навсегда, на 5 лет. При этом не важно, сколько дом на гарантии у застройщика 3 года или больше. Капитальный ремонт – это не перестройка дома. И если 30-40 лет будут платить деньги люди, то я так понимаю, за эти деньги можно не просто капитальный ремонт, а рядом второй дом построить. Идея внести такие изменения принадлежит правительству, а именно вице-губернатору Сергею Балыкину. Инициативу депутаты поддержали единогласно. У нас была возможность сократить этот период и сделать его двухлетним, трехлетним. По согласованию с заинтересованными сторонами у нас было принято такое решение. Совершенствованием закона называет это решение главный редактор издания «Южный Урал» Антон Цепилов, тоже счастливый обладатель квартиры в новостройке. Приобретая, понимал, стоимость квадратных метров у любого застройщика уже все заложено. Когда человек покупает за немаленькие деньги квартиру, он уже оплатил в цену этой квартиры, он уже оплатил и гарантии на 5, на 7, на 10 лет на разные конструкции гарантийные обязательства застройщика. Поэтому совершенно естественно, зачем ему второй раз платить за то, за что он уже заплатил. Но есть и другая сторона. Через 5 лет, к примеру, могут выйти из строя коммуникации. Или, как это уже бывало в Оренбурге, при сильном ветре посыпется кладка. Гарантийный срок дома прошел, а на счету еще нет денег. Так вот, изменения эти к исполнению необязательны. Собственники помещения в новостройках могут принять решение об оплате взноса в более ранний срок. Они могут начать с момента введения дома в региональную программу, с момента ввода его в эксплуатацию, сразу же начать платить взносы за капитальный ремонт. Это их решение. Но пока ни депутаты, ни чиновники не могут дать единого ответа на главный вопрос, каким новостройкам дается отсрочка. Одни утверждают, что домам, которые построены после принятия закона о капитальном ремонте, это 25 июня 2014 года. Другие только тем, что возведены не раньше ноября 2015 года. Очевидно, что разбираться в этой головоломке предстоит еще не одному юристу. Ольга Патрушева, Митрий Примачек, Наше время. И добавлю, что областные депутаты также решили продлить срок, по которому можно перейти с общего котла на специальный счет всего за два месяца. Речь идет о том, куда будут идти средства за капитальный ремонт. Ранее, чтобы воспользоваться упрощенной системой, нужно было подать необходимые документы до 31 августа 2015 года. Теперь этот срок продлили до конца лета следующего года. После этой даты переход будет довольно долгим – целых два года. Другим темам. Легковушка протаранила грузовик. Накануне вечером в северном районе автомобиль «Лада Ларгу» столкнулся с тягачом «Скания». По информации регионального ОМВД, 36-летний оренбуржец на легковушке не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся на встречной полосе с грузовиком из Новосибирской области. В результате «Лада» вылетела в кювет, «Скания» также оказалась в кювете и перевернулась. Водитель большегруза отделался легким испугом, а владельца «Ларгуса» с травмами доставили в больницу Татарстана. По данному дорожному происшествию госавтоинспекторы проводят проверку. Индивидуальный предприниматель с сюрпризом. Сотрудники госнаркоконтроля задержали бизнесмена из Акбулака за хранение марихуаны в особо крупном размере. 49-летний перекупщик мяса в свободное от основной работы время увлекся сбором конопли. Химичил предприниматель у себя дома, где и было обнаружено зелье. Производство марихуаны оказалось довольно-таки весомым. Наркополицейские изъяли больше 5,5 килограммов марихуаны. И мест, в которых лежало зелье, оказалось так много, что обыск продолжался больше суток. Задержанный предприниматель в свою очередь уверяет, что такое количество наркотиков ему было нужно для личного употребления. Так ли это, еще предстоит выяснить следователям, но точно одно. За хранение марихуаны перекупщик мяса может лишиться свободы на 10 лет со штрафом до полумиллиона рублей. Амнистия не для всех. Прокуроры по всей области выявили и оспорили около полусотни сомнительных решений. Например, в третьей и восьмой колониях почему-то решили досрочно освободить четырех осужденных, злостных нарушителей режима. А в Осикеевском районе наоборот. Судебные приставы не освободили от штрафа двух человек. Хотя по закону это следовало сделать. Нарушения были и в Адамовском, и в Новосергиевском, и в Илекском районах. В Орске и в Оренбурге. Напомню, амнистию объявили в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Благодаря ей семь с половиной тысяч оренбуржцев освободились от наказания. Затопили подъезд во время капитального ремонта. Жильцы дома номер 100 по улице Карагандинской две недели сидят без света. Проводка в одной из квартир полностью сгорела по вине подрядной организации. А все потому, что ремонт крыши строители начали две недели назад, в самый разгар дождей. Из-за чего вода хлынула в квартиры жильцов верхних этажей, изуродовав потолки и стены. Ответить ли подрядчики за свою халатность и кто возместит жителям причиненный ущерб в затопленных квартирах сегодня побывал Иван Берр. Дожди начинают делать крышу. Это вообще капитально, они ее не просто, они ее всю сняли. Они всю сняли. Мы думали, они там такие работы проводили, что мы думали, что они к нам упадут. Все началось 21 октября этого года. Подрядная организация приступила к запланированному капитальному ремонту крыши. Рабочие в мгновении ока разобрали кровлю и содрали весь урбероид. Вот только время года для этого они выбрали весьма необычная, хлынувшая с неба вода за один день изуродовала квартиры в верхних этажах пятого подъезда. Я пришла с работы полуодиннадцатого, зашла сюда, свет не стала включать. Прохожу сюда на полос, наступаю в сырость, включаю свет, у меня здесь вот все течет с люстры. Тут вот вода ручьем течет, там углы все мокрые, полос весь мокрый, кровать в воде стоит, тумбочка в воде. И вот такая вот ерунда. Эпицентром дождевого наводнения стала 75-я квартира. Сюда за время капитального ремонта кровли вода прибывала неоднократно. Кухня, зал, спальня. Все стены и потолки этих комнат напоминали, по словам Ольги, домашний декоративный фонтан. Проводка тут же пришла в негодность. В этой квартире было шесть потопов. Приходили подрядчики и говорили, терпите. Вот две недели у меня нет света. Разбили всю квартиру, вот дыри провода, все торчит. Две недели я жду, когда мне сделают свет. И то они говорят, мы всю проводку в квартире менять не собираемся. Хотят с коридора кинуть провод и просто-напросто присоединить одним проводом всю квартиру. Отчаявшиеся женщины оборвали телефоны городских служб и местной управляющей компании. Однако там их жалобы попросту отфутболили, сославшись на вину подрядной организации. Мол, с них и спрос. Впрочем, собственницы квартир уже и не верят в то, что их страдания будут услышаны, а квартиры отремонтированы и приведены в первозданное состояние. Подрядчики уже две недели обещают наладить хотя бы электричество. Обещают, но документов нет никаких. Они сказали, что на этой неделе они заканчивают полностью ремонт и все. Я думаю, что мы больше их не увидим. Что мне делать? Здесь жить невозможно. Здесь запах, здесь будет грибок. В квартире будет грибок. И за один день тут ничего не сделается. Вообще, чтобы помогли и вернули свет мне в дом. И прежний вид. Иван Бьер, Константин Воробьев. Наше время. В фонде модернизации ЖКХ нас сегодня заверили, что о проблеме жителей с улицы Карагандинской в курсе. И пообещали, что уже завтра подрядчики восстановят проводку и полностью возместят ущерб владельцам пострадавших квартир. Деньги за выполненные работы по капитальному ремонту в соответствии с законодательством подрядчики получат только после подписания акта выполненных работ. Если у собственников есть какие-то претензии по качеству, то подрядчик в первую очередь заинтересован в том, чтобы у собственников таких претензий не было. Чтобы было достигнуто полное взаимопонимание. Кроме этого, подрядчики пять лет будут нести ответственность за выполненные работы. В случае повторной протечки по закону они обязаны устранить нарушения и, если потребуется, возместить ущерб жильцам. И о своих проблемах, которые никак не удается самостоятельно решить, вы всегда можете рассказать нашим корреспондентам. Мы обязательно выслушаем и постараемся помочь. Телефон редакции 310462. Вопросам утилизации мусора особое внимание. Проблему экологии сегодня обсуждали в Оренбурге. Во Дворце культуры «Газовик» открылись две специализированные выставки «Промэнерго» и «Управление отходами». Участие в форумах приняли больше 50 предприятий из Оренбуржия и других регионов России и Казахстана. Мои коллеги Юлия Гафарова и Константин Воробьев узнали, что сейчас происходит с заводами, которые в этом году травили оренбуржцев, и увидели, какие инновационные идеи для повышения экологичности предлагают на выставке. Какие приоритетные направления развития Оренбурга? Безусловно, такими направлениями являются внедрение инноваций и достижение научно-технического прогресса. Сегодня даже робот знает будущее за инновациями. Новые разработки в самых разных сферах на выставке представили десятки предприятий. Вот, к примеру, система бесперебойного энергоснабжения избавит от проблем с электричеством в коттедже, больнице и даже на промобъектах. Эта система может работать не только от батареи и вырабатывать такую энергию, может работать от ветра генератора, может работать от солнечной батареи дополнительно. И уж если нету солнца, если нету ветра, если садится аккумуляторная батарея внутренняя, то достаточно подключить внешний генератор, ну, бензиновый, дизельный какой-то, и ваш дом в коттедж будет запитан оттуда. До того момента, пока, значит, не появится напряжение сети. Но особое внимание сегодня было приковано к теме экологии. Ведь оренбуржцы помнят, как в этом году их в буквальном смысле травили сразу несколько предприятий. За вредные выбросы асфальтобетонные заводы штрафовали, и сейчас в Министерстве экологии признаются, нарушителей стало меньше. А деятельность компании «Крокусити-Ойл», работавшей на территории бывшего завода РТИ, дважды пришлось запрещать. Предприятие сейчас, в данный момент, оно прекратило существование, но, тем не менее, оно перевооружается технически. Вот как только все будет в норме, так заработает. Другая проблема, которую пытаются решить чиновники, что делать с отходами. Ведь год от года тонны бытового и промышленного мусора просто некуда девать. Проблема с отходами стоит все острее и острее. Это и коммунальные твердые отходы, это и промышленные отходы. В частности, у нас очень много горно-металлургических предприятий, которые образуют и горы вскрышных горных пород, горы отвалов, шлаков. Надеемся, что выставка покажет нам какие-то новые технологии. Новые технологии действительно предлагали. К примеру, специалисты Университета нефти и газа задумались о переработке циолита. Это вещество газоперерабатывающие заводы используют для очистки газа. Выработав свой ресурс, циолит годами лежит на полигонах, загрязняя окружающую среду. В университете предложили использовать его повторно. Мы предлагаем использовать этот отработанный циолит для получения образцов асфальта. Это так называемый эко-асфальт, который по механической прочности никак не уступает традиционным нашим асфальтом. Морозостойкий и экологичный асфальт, говорят, будет к тому же дешевле существующих аналогов. Свою разработку создатели хотят внедрить в российское производство. А вот Василий Ширин свою задумку уже реализовал. Его предприятие занимается переработкой пластиковых бутылок. Конечный продукт у нас на исходе – это сырье для химволокна, так называемый PET-флекс. Чтобы было понятно обывателю, сырье для производства ковровых покрытий, например, геотекстиль, бандажных лент. Правда, потребителей уже переработанного продукта в Оренбурге нет. Главные партнеры компании – в Ульяновске и Москве. Там на основе мирового опыта научились создавать из отходов вещи. Почему пуховики китайские завоевали весь мир дешевыми своими ценами? Потому что они использовали наполнитель из-под бутылок. На мужской пуховик всего лишь шесть бутылок пластиковых двухлитровых достаточно. Над глубокой переработкой вторичного сырья уже всерьез задумались в областном правительстве. Даже создали рабочую группу. Но есть много вопросов. Во-первых, найти инвестора, готового вложить в создание завода порядка двух миллионов евро, непросто. Во-вторых, не будет ли завод простаивать? Ведь самая большая проблема, по словам предпринимателей, – это сбор сырья. Возможно, решать ее нужно, объединив усилия нескольких регионов. Юлия Гафарова, Константин Воробьев. Наше время. Молодые и талантливые. Порядка 400 оренбуржцев в этом году приняли участие в молодежных форумах – федеральных, областных и городских. И получили на реализацию своих проектов почти 6 миллионов рублей из федерального бюджета. Сегодня о своих успехах молодежь похвалилась губернатору Юрию Бергу. Виктория Юлдашева – министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства молодежного правительства области. Потому на форуме Иволга в этом году она представляла свой проект, касающийся ЖКХ. Девушка планирует повысить коммунальную грамотность населения. Хочется собрать активистов с этих многоквартирных домов, выявить вот эти изюминки, которые готовы обучаться, готовы развиваться. А наше молодежное правительство и мои старшие коллеги с Минстроя, они готовы помогать. Мы их будем обучать, прорешивать проблемы каждого конкретного дома, потому что, как известно всем, своя рубашка ближе к телу. И вот когда они научатся решать проблемы своего дома, они смогут не только стать успешными управленцами, а впоследствии могут перенести это на бизнес-струю, создать свое ТСЖ и работать в этой сфере. И таких талантливых и актуальных проектов оренбургская молодежь разработала множество. Экология, малый бизнес, патриотическое воспитание, социальные инициативы. Только в этом году на реализацию задумок оренбургской молодежи из федерального бюджета выделили грантов на почти 6 миллионов рублей. Все это заслуживает уважения. Все, что вы делали на форумах, это говорит о том, как вы относитесь к своей родине, к Оренбуржию, к России. Радует, что у нас есть такая молодежь. И сегодня же на встрече молодые инициативные буквально засыпали губернатора вопросами. Нужны помещения для общественных организаций, необходима помощь в реализации областных проектов. Например, есть желание привести в порядок парк в Бузулуке, но местная власть не шевелится. Юрий Берг обещает, расшевелим. С помещениями тоже помогут. Вот уже отдали молодежи лагерь Янтарь. И даже больше. Есть предложение сделать в области место типа Курильского острова и Туруп, где в этом году проходил молодежный форум. Давайте свой Туруп сделаем. У нас на Великолевском водохранилище есть необитаемый остров. Давайте мы его сделаем. Обитаем. Юрий Мишинин, Вадим Доминов. Наша время. В заключении информация от городских электрических сетей. В среду жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. Причина – плановые ремонтные работы. Название улиц, где не будет электричества, вы видите на своих экранах. Уточнить их можно по телефону 56 83 38, либо 98 48 48. Далее наш выпуск продолжит прогноз погоды на завтра. У меня же на сегодня все. Хорошего вам настроения и только добрых новостей. Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий, качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. «Промкомплект»